Ульяновская область, город Сен-Гилей, Фок-Олимп. Вот уже второй год подряд здесь прописался всероссийский турнир подзюдо «Волга». Его участники – спортсмены-старшеклассники. Ближайшие пару лет им не только заканчивать общеобразовательную школу, но и переходить во взрослый спорт. Поэтому каждый старт, каждый турнир – это своеобразный экзамен. Для них это вообще неоценимая вещь, потому что на самом деле они должны сейчас набираться опыта. А где им еще набираться опыта? Только вот на таких турнирах с участием других регионов, с участием людей, может быть, даже из других федеральных округов. Один из наставников сборной России Андрей Бранин приехал с Сен-Гилей из Санкт-Петербурга. Сначала летел самолетом, а потом еще несколько часов трясся в автобусе, чтобы его подопечный Никита Ковалев вошел в число участников турнира. Всего таких претендентов на медали набралось более 200. В основном это сильнейшие спортсмены при Волжску федерального округа. На таких турнирах главное – это воля к победе, потому что благодаря этому качеству многие люди себя перебарывают и идут вперед к победе. Для самого Сен-Гилея «Волга-2017» не просто турнир, не просто возможность показать гостеприимство, не просто побороться за медали и призы. В первую очередь это пропаганда собственной секции дзюдо, которая на ведущих ролях в местной спортшколе. После турнира, конечно, дети приходят, родители приводят, занимаются в секции. Интерес к самому виду спорта, само собой, повышается на порядок выше. Два дня баталий на татаме, сотни поединков один упорнее другого. Десятки комплектов наград. На первых ролях команды Самары и Татарстана. Не с пустыми руками уехали Сен-Гилея и Ульяновцы. Магомед Умалатов, Евгений Лукин, Алина Абасова и Альбина Хабиева завоевали золотые награды. Также в копилке команды хозяев четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. Это один из лучших показателей Волги-2017, который на следующий год пройдет под патронажем полномочного представителя президента России в Привожском федеральном округе. Михаил Сашанский, новость Ульяновской правды.